Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ситуация такая, сейчас приходится раскаиваться в своей личной откровенности. У меня сосед, ничего личного это точно, он помечен на здоровом образе жизни. Для него ходьба это панацея всех болезней, но вот помечен он не только на своём здоровье. К примеру, есть соседка, как он сам мне говорил, пытался её прогулками в лес вытянуть из всего этого. Из чего всего этого, непонятно. У неё какое-то психическое заболевание, во много лет запрещал я принимать лекарства, прописанные доктором. В итоге она давно и прочно находится в стационаре психбольницы с ухудшением состояния. Теперь своим объектом он выбрал меня. Избежать встреч с ним трудно, часто на улице, так как знает мой график, встречает меня после работы. Он такой мой мужчина в командировке. И вот я теперь не знаю, как мне его остановить, чтобы он перестал на меня давить своими взглядами и методами лечения меня. Я уже опасаюсь попасть под его влияние. У меня обнаружился опухоль, дерматолог меня осмотрел и сказал, что требуется гистология. И эта шишка, это последствия, надо искать причину. Этот человек своим властным тоном заявляет мне, что не стоит прислушиваться к мнению врачей. Надо просто больше ходить, и всё пройдёт. Я объясняю, что у меня температура 37,2. Он говорит, температура спадёт. Мне некуда уши от него деться. Я не понимаю, какой... Я же понимаю, как он говорит. Подождать месяца два, а потом может быть поздно. И поздно будет мне, не ему. Другой врач тоже сказал, надо идти к онкар-драматологу и делать к гистологу. Его стало слишком много. И как мне дать ему понять, что касается здоровья, это здесь дело каждого личного. Спасибо большое. Я не наеду самовыслов. Какими можно было бы отдёрнуть и остановить этого человека. Смотрите. В чём заключается суть? Суть заключается в том, что вы хотите сейчас сделать так, чтобы мужчина вам ничего не говорил. Суть заключается в том, что вы сейчас хотите, чтобы человек никак, вероятно, не влиял на вас. Суть заключается в том, что вы хотите избавиться от его какой-то активности. Вы говорите, как мне отдёрнуть этого человека и его остановить. Правда в том, что вам не нужно ни его отдёргивать. Вам не нужно ни его останавливать. Вам нужно просто идти своим путём. Ну вот. Парадоксальный момент. Как мне кажется. Заключается в том, что своим путём вы как раз таки и не идёте. Вот вы как будто бы всё-таки ищите какой-то поддержки. Вы как будто бы допускаете, что человек может быть прав. И не прислушивайтесь к самой себе. Это может быть как и неуверенность в себе, такая панорамная, так и тревожность, вследствие которой вы нуждаетесь в том, чтобы, ну вот, ну, чтобы как-то лучше себя воспринимать, да, лучше к себе относиться, лучше себя чувствовать, чувствовать. Вот. Понимаете? Какая-какая штука. То есть, на мой взгляд, проблематика здесь в том, что у вас нет как будто бы своего чёткого пути. Вы не уверены в себе, как будто бы. И это является проблемой. Дело здесь не в словах, дело здесь не в том, чтобы доказать ему, например, что здоровье это личное дело каждого, а чтобы вы сами знали, чего вы хотите, чтобы вы сами знали, куда и как вы идете по жизни, чтобы вы сами знали и выражали то, что вы, например, не хотели бы, чтобы кто-то вас встречал или не хотели бы говорить на какой-то теме и так далее. Вот здесь очень интересный момент, он заключается в том, что вы пишете про излишнюю свою откровенность, вы пишете об этом, это очень интересный момент, то есть вы, получается, если я правильно понял, рассказали человеку то, чего не следовало бы рассказывать. очень интересно, как так получилось, очень интересно, как так вышло, очень интересно, как вы оказываетесь снова-веснова в этом состоянии. Состоянии, когда делитесь чем-то, например, с людьми, да? Вот. То есть, если вы чем-то делитесь, то очень важно увидеть, для чего, например, вы это делаете. Да? Ну, то есть, вот, вы что-то рассказываете, вот, с какой, условно говоря, с какой, условно говоря, целью вы это делаете. Вот. На мой взгляд, это очень, очень важный момент. Вот. Поэтому, тоже очень, тоже очень важный момент. Вот. важный момент. И проблематика здесь заключается, вероятно, в том, что ваши личные границы наручены не только в части соприкосновения с ними личных границ других людей, но и в части важного собственного отношения к ним. Понимаете, да? Вот. То есть, на данный момент ваши личные границы очень сильно уменьшены. О нежапе вашей задачи их прощали. Как учиться это делать? На психотерапии вы сможете этому научиться. Вы сможете уверенность себя повысить и так далее. И поработать со своими страхами и тревогой, которые у вас, безусловно, тоже имеются. Я повторюсь. Суть не в том, чтобы придумать слова. Ну, которые, вот, сказав которые, да, вы как-то могли бы решить эту проблему. Суть в том, чтобы быть более внимательным к своим личным границам. Это очень важный момент. И в этом вам может помочь. Как раз таки. Как-то так. Также хочется отметить, отдельно хочется отметить, отдельно хочется сказать, что мы психологи не дают совет. Совет. То есть, мы не можем сказать вам, как нужно поступать. То есть, ну, то есть, буквально, что вам нужно сказать человеку, чтобы он перестал действовать так, как он действует. Потому что, ну, помимо того, что это не наша прерогатива, в принципе, это еще и нарушение ваших, опять же, собственных личных границ. Ну, потому что, ну, потому что вы ведь сами можете решить, как вам действовать, вы сами можете решить, что вам делать, вы сами можете решить, как вам поступать и так далее. Понимаете, да? И вот наша задача заключается в том, что вы на самом деле научились это делать. Понимаете, да? Что еще хочется сказать. Ну, вот вы пишете. Очень важно мнение специалистов. В конце вы задаете вопрос. Как дать ему понять? Ну, что касается здоровья, личное дело каждого. Вот. Понимаете, да? Ну, так вам мнение специалистов важно? Или вы совет хотите? Это разные вещи. Еще хочется отметить, что вы как-то довольно резко перепрыгиваете с темы на тему. Как будто бы вот находитесь в состоянии тревоги. Тоже очень важный момент. Когда человек перепрыгивает с темы на тему, вот, его достаточно легко сбить с толку. Далее, у меня сосед. Ничего личного, это точно. Что означает это пояснение? Он помещен на здоровом образе жизни. Пишите вы, для него ходьба это потенциал всех болезней. Но он помещен на своем, не только на своем здоровье. К примеру, есть соседка, как он мне сам говорил. Значит, и далее вы описываете эту историю соседки. Здесь я хочу спросить. История соседки стала вам известна до того, как вы рассказали ему о том, что рассказали? Или после? Это очень важный момент. Дальше. Часто на улице, и так как знает мой график, встречает меня после работы. Возможно, он вас встречает. Но вы правы от этого отказаться. Вы правы сказать, что у вас дела и что вы не хотите сейчас идти с ним и т.п. Но вам сложно отказать человеку. Вы боитесь сказать человеку? Вам сложно говорить? Нет. Это страх осуждения. Дальше. Теперь я не знаю, как мне его остановить. Его не надо останавливать, чтобы он перестал на меня давить. Вот именно. Вы хотите, чтобы он перестал на вас давить. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Вы хотите, чтобы он перестал на вас давить. То есть, иными словами, чтобы вы снова оказались в безопасности. И чтобы не меняться. Ведь если давление исчезнет, вы просто не будете сталкиваться с каким-то негативом. Вы не будете сталкиваться с вызовом. А вызов, скажем честно, вам необходим. Вызов вам нужен. Ответ довольно прост. Так вы сможете измениться и больше власть получить над своей жизнью. Все из вас этого, понятное дело, нет. Понимаете, да? Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Ческая стifля. Удачи. х scène. Продолжение следует... Продолжение следует...